К нашему эфиру присоединяется Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований. Иван, приветствуем вас в эфире Freedom. Доброе утро, Каролина, доброе утро, Валерия, доброе утро, телезрители. Иван, ну все-таки было уже ощущение, что избавились от этого страха по поводу того, что каким-то образом это повлияет на валюту, на финансовую систему, передача Украине доходов от российских активов или кредит в залог под эти доходы. Но вместе с тем есть предположение, что такие еще опасения у кого-то могут быть. На самом ли деле так происходит, либо это просто вот некоторая интрига, затягивание времени самого процесса? Как считаете? Безусловно, есть ощущение некого сериала, который происходит с этим, отдельного сериала в контексте большой войны России против Украины, касаемо замороженных российских активов. Поскольку, напомню, в март-апрель 2022 года сомнений не было, что именно российские активы будут переданы Украине, так как это будет восприниматься как компенсация за нанесенный ущерб. Но где-то уже в мае месяце в Европейском Союзе пошли разговоры о том, что нет, это подорвет доверие к европейской экономике, и после этого вопрос на паузе. И очень много людей принимают участие в этой дискуссии. Вот даже давайте в этом 2024 году была очень интересная статья Нобелевского лауреата по экономике Джозефа Стиглица, касаемо того, что этот шаг надо делать. Более того, он как раз анализирует страхи, которые присутствуют в европейских странах, что вот это подорвет доверие к европейским экономикам. И он говорит, что на самом деле это не подорвет, потому что сам факт заморозки не привел к подрыву доверия, отчего вы тогда боитесь, что и дальнейшие действия подорвут. Это самое доверие. Плюс он говорит, что смотрите, ведь страны, разные страны в мире, они держат свои активы преимущественно именно в странах, которые относятся к Западу. То есть, когда говорят о том, что подорвется доверие к странам Европы, то второй вопрос, окей, а куда их переводить? А переводить их можно либо в США, либо в Японию. То есть, все равно страны, которые либо являются членами Большой Семерки, либо Австралия, Новозеландия, которые относятся к Западу. Но если это будет коллективное решение вот этого самого Запада, куда относятся Австралия и Новозеландия, то, соответственно, альтернативной площадки не будет, так как никто не побежит. В Китае, в Индию, Индонезию, другие большие страны ложить свои активы по той простой причине, что там риски значительно больше. Далее. В феврале текущего года Блумберг опросил юристов. Юристы сказали, что вопросов нет. Они считают, что это абсолютно законное будет действие. Тогда появился термин «ergo somnis», если я правильно произношу латыний. Этот термин означает «преступление против всех», то есть что Россия войной против Украины подрывает мировое устройство, соответственно, совершает преступление против всех. Но как-то эта тема тоже сейчас заглохла. Но еще есть опасения, которые, как мне кажется, все еще влияют на отдельных европейских политиков. Это то, что создается прецедент, по которому можно будет изымать активы отдельных государств. По подобным искам в первую очередь имеется в виду Германия, которая очень сильно боится, что против нее будут иски за Вторую мировую войну. Кто-то скажет, что это было давно. Но вот в 2022 году как раз Польша на полтора миллиарда евро претензий предъявляла Германии. И, что интересно, итальянские суды также пытаются арестовывать какие-то немецкие активы именно по искам за Вторую мировую войну. Причем, напомню, Италия была союзником Германии во Второй мировой. Но, тем не менее, мы видим, что вот есть опасения, что этот прецедент как-то не так повлияет на активы других стран. Саудовская Аравия также внесла свою лепту с заявлением. То есть тут, мне кажется, у Саудовской Аравии с ней надо просто объяснить ситуацию, кажется, поработать. Но, тем не менее, мы видим, что изо всех вот этих мелочей, возникающих, ситуация, по большому счету, не находит своего финального решения. Более того, сейчас уже начинают говорить, а что будет, если будут мирные переговоры и придется размораживать российские деньги. Вот здесь тоже надо дать сигнал, что, знаете, если мирные переговоры и будут, то это не будет означать, что деньги надо размораживать. То есть разморозка денег — это только в том случае, если Россия возвращает Украине всю территорию с 2014 года и компенсирует, соответственно, ущерб, который она нанесла. После этого разговор возможен, но не ранее. Иван, буквально перед вами мы говорили с Алексеем Боряченко и пришли, если резюмировать его, так сказать, речь в нашем эфире, что достаточно цельно сейчас руководство Евросоюза в своей проукраинской позиции, но существует ложка Орбана. Да, и вот Венгрия в плане предоставления Украине кредита за счет замороженных средств тоже занимает жесткую позицию. Как, с вашей точки зрения, достаточно ли сил у Евросоюза, чтобы жестко отвечать на оппозицию в Венгрии? Уже есть опыт, так сказать, умиротворения Орбана и в вопросе евроинтеграции Украины, и в вопросе предоставления военной помощи. Ну, если коротко, то в контексте таком, что если не помогаешь, то и не мешай. Может ли Евросоюз пойти на вот такой радикальный шаг, как лишение Венгрии председательства в Совете ЕС? Ну, знаете, я жду даже более радикального шага. Я жду часть третью статьи седьмой соглашения о создании Европейского Союза. Там механизм лишения права голоса страны. То есть, если Венгрию по вот этому механизму... А прецедент, кстати, присутствует. Это Австрия. Ее достаточно давно, я уже не вспомню год, но после победы крайних правых сил в Австрии, из-за того, что, скажем так, исповедуемые ими идеалы не соответствовали основе Европейского Союза, Австрию тогда лишили права голоса на определенный период. Вот я жду, что Венгрия может подпасть под эту самую часть третью статьи седьмой. И, кстати, разговоры об этом были неоднократны. Уже несколько раз даже было в Европейском парламенте предложение. А там, кстати, если посмотреть статью седьмую, то инициатором может быть Европейский парламент по части первой статьи седьмой то есть внести предложение, которое дальше рассмотрят. Вот, по сути, уже подготовка к использованию части третьей, она началась. Другое дело, что она заморожена. Но как ее заморозили, так ее могут разморозить. Сейчас, понятно, выборы прошлись. Сейчас ждут форматирование органами Европейского парламента. Европейская комиссия, по сути, с 1 декабря, если не ошибаюсь, приступает в новом составе к исполнению обязанностей. И, скорее всего, вот этот подготовительный период не хотят брать на себя европейские чиновники каких-то дополнительных рисков. Вновь к тому, что возможности есть давить на Венгрию. Да, она президентствует в Европейском Союзе, но это на эту половину года. Похоже, все-таки Европейский Союз принял решение досидеть эту половину года, то есть посмотреть, что будет в мире. Тут, в первую очередь, США, конечно, будут влиять, как пройдут выборы там. И после этого принимать какие-то решения. Но, как говорится, было бы желание. То есть, возможности давить на Венгрию есть, хотя бы по лишению права голоса. А далее будем смотреть, как будет происходить событие. Но, знаете, есть же один сценарий, это вот эта часть третья, статья 7. Второй сценарий, который публично его никто не будет признавать, но не публично можно вполне реализовывать. Это сделает ставку на победу оппозиции в Венгрии, на то, что премьером может стать вместо Орбана господин Мадьер, который, напомню, сразу после ракетного обстрела Украины был в Киеве, сделал импровизированную пресс-конференцию возле здания Ахмадета, посетил Бучу после этого, посетил на Закарпатье могилы украинских воинов, которые погибли, защищая Украину, и там у одного из них была тоже фамилия Мадьер, и он как-то так дал понять, что это и его история также. То есть это, как мне кажется, этот визит господина Мадьера в Киев, это был четкий сигнал Европейскому Союзу, что, знаете, вместо того, чтобы думать, как бы лишить в Венгрии право голоса, я предлагаю другой альтернативный сценарий, а давайте заменим венгерскую власть, давайте Орбана заменим на Мини, в смысле на Мадьера, на Питера Мадьера, и я думаю, что в отдельных, скажем так, головах Брюсселя вот эта идея сейчас очень даже популярна, что чтобы не, скажем так, создавать волнение в Европейском Союзе, а давайте просто заменим власть там, и все будет нормально, ведь мы понимаем, что вопрос не в Венгрии, а вопрос персонали Орбана и его желание сыграть какую-то большую роль в этом мире, как и господина Фитца в Словакии, вот просто надо работать над тем, чтобы появились другие люди в их креслах. Интересно, вы как раз и продолжили свою мысль тем, что конкретно нужно с Орбаном что-то решать, а не в целом с Венгрией, и вот на самом деле лишение права голоса, вероятно, для самого Орбана, ну, это не самое страшное такое, что может быть, но насколько это может быть таким предупредительным шагом, чтобы действительно появились переживания, что хватит уже заигрывать со всеми абсолютно противоположными сторонами борьбы за независимость, за демократию и, собственно, борьбы за то, чтобы ее не было с другой стороны? Безусловно. Тут, знаете, возникает вопрос, знаете, есть ассоциация, один французский фильм сразу вспоминается, профессионалы, там был вопрос, вы на чьей стороне? И вот в данном случае вопрос Орбану. Вы как, вот сейчас, допустим, обострились торговые отношения Европейского Союза и Китая, вот это 5 июля вели пошлины на электромобили из Китая, и на фоне этого Орбан посещает Пекин, идут разговоры об инвестициях Китая в Венгрию, о строительстве предприятий китайских Венгрий, то есть получается, что все больше Венгрия превращается в некого такого троянского коня в Европейском Союзе. Это не могут не замечать. партнеры Венгрии по ЕС, и, соответственно, они прорабатывают по-любому сценарий того, как бы нейтрализовать вот эту угрозу фактора Орбана. И, как я говорил, тут же вопрос не Венгрии, это вопрос в Орбане, соответственно, выбираете Орбана, и ситуация нормализуется. И, как мне кажется, все-таки, сейчас будут работать над этим, и вот ответит господина Мадера в Киев, как я сказал, это была очень даже хорошая подготовительная площадка для того, чтобы дальше говорить о том, что есть европейские ценности. Венгрии во времена Орбана от них отходят, но надо вспомнить 1956 год, надо вспомнить пресловутую фразу, убитого советскими солдатами главы гостерадио Венгрии, который сказал фразу, передайте им, что мы умираем за себя и за Европу. Вот сейчас Украина в роли Венгрии 1956 год. И как раз визит Мадера это напоминает, и это, по сути, хороший плацдарм для дальнейших политических уже успехов внутри Венгрии, которые будут поддержаны как Европейским Союзом, так и отдельными субъектами в Европейском Союзе, так вполне возможно, и другими спонсорами, такими как, пусть не молодой, но все же еще влиятельный Джордж Сорос, который, напомню, родился в Венгрии, и для которого очень важно, чтобы в Венгрии также демократия отражаствовала, для чего Сорос создавал все свои фонды. И вот здесь вполне возможно, Мадер сейчас, именно на такой позиции Орбана, может и прийти власти в Венгрии. Иван, пару минут остается нашего эфирного времени. Вот вы знаете, как эта новость фигурирует в масс-медиа. Еврокомиссия планирует очень скоро, в кавычках, внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 миллиардов и так далее, и тому подобное. Но вот эту фразу очень скоро хотелось бы с вашей точки зрения услышать. Но ведь, чтобы создать этот фонд, нужны какие-то гарантии, какой-то европейский бюджет должен быть рассчитан на такую сумму, чтобы некие механизмы предохранительные были, чтобы никаких проблем с этим фондом не было. А вот как, с вашей точки зрения, какой должен быть механизм создания этого фонда? Безусловно, на этих разговоров очень много, и вот эти все фразы очень скоро, но мы их очень часто слышали, но это очень скоро не происходило. Но, тем не менее, главное, мне кажется, политическое желание, потому что, когда надо, когда есть четкое понимание, что это отвечает интересам европейского союза, деньги находятся. Потому что, в принципе, говорить о том, что это какие-то такие огромные деньги, я бы не сказал бы. То есть, опять-таки, было бы желание и была бы политическая воля дать четкий сигнал тому же Орбану, которого мы вспоминали перед этим, что попытки блокировки этих денег могут вам вот эту пресловутую часть третьей статьи седьмой в нее материализоваться. Поэтому, я думаю, что главное, чтобы воля была, и чем больше возникает исследований, они есть в Европейском союзе, что после Украины война придет в европейские страны, тем с большей вероятностью вот эта помощь таки будет, и Украина получит как минимум эти деньги в перспективе и все замороженные активы как Центробанка России, так и давайте говорить о деньгах российских олигархов, которые во многом связаны с Кремлем, и, соответственно, тогда мы будем говорить не о там 250 миллиардах евро, а, возможно, и о одном триллионе или около того. Благодарю вас. Минута молчания сейчас по всей Украине будет объявлен Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований, был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom – только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.